всех горячо приветствуем мы начинаем с вами с лобби тут ребята пиликают но это пилика не означает начало матча которому мы к вам пришли а именно илья стива хайдаров максим чеев терентьев у микрофона добрый всем вечер да да это не самый там и вот это вот максим к это я илюшка это он здравствуйте здравствуйте дорогие друзья я опять прогружаюсь в матч не в режиме наблюдателя но ничего побегу побегаю за нарзов как бы помощь пацанам явно понадобится ну как же такая машина как я ну я явно переверну весь исход этого матча но буря в пустыне мы вчера с вами видели уже эту карту и вчера мы видели с вами команду маткаус которые явно были не форме не знаю что с ними произошло может быть действительно потеря основного игрока настолько на них повлияло либо же все таки ну как-то подрослабились может быть какую-то нотку фана словили и все было не так уже как-то спали может быть время все таки было позднее но сегодня выходной дорогие друзья была возможность отоспаться как следует и сегодня показать себя во всей красе выход от в дт на перестрелку он уже закрывает гринекса должна быть информация по т.о. т.о. смещается на чек под мид от лакоста сразу же прилетает пачка и здесь же на погрузчике находится у нас элакси который перепрыгнул голову спарса нашел минус лакоста в дт-размен блатан дабл килл извините кого пытается еще спасти ситуацию но от блатанта уже трипл и доберется ли он до квадро то добирается все прекрасно это квадрокилл в исполнении блатанта и как результат раунд в кармане у нарзов отличная приемка там много было перестрелок но и в них вышли конечно же победителями сейчас на ростреме просто просто вот это раскидал соперник ну а в новом раунде вы поставите промык экрана что летят головы головы с плеч от на разов считанные секунды сколько вообще там секунд 15 не больше нет 12 вообще прошло ну здравствуйте сразу же быстрая ответка для ребят это обещает быть интересным а именно и грамот хаосов сейчас на карте буря в пустыне непростая конечно сейчас за не потому что начинает опять в атаке но видим мы может получиться очень интересно гринка разбрасывает свои хаешки 58 хп остается после нашива извините кого крым снова теплых еще надежда на врыв бету или же нет тиммейты разбрелись тоже там игра есть на пешке от в дт на его прикрыли уже 3 в 4 а вот тут тут надо как-то целенаправленно командой ворваться только куда и когда обратно вроде подбой то выстраиваться в атаку грина кстати сейчас может быть под огнем да и под областным огнем вас фарс уснул разбудила гринец разбудили еще извините кого и вот только сейчас подходит rose на линию огня у него примерно информация есть по сопернику но то знаете есть инфа вроде бы а как бы ну и ладно тут один в четыре тут везде соперники это буря в пустыне перетянуться просто секундное дело тем более что четыре соперника но как раз тащит попробует конечно увидим крадется на контроле пока у обороны нет инфы тут опасный момент будет со входом через дверь через ворота просто должен слопать сразу же green x хотя должен и как говорится да не обязан к возможно еще и лакси подлоги уходит время тут да конечно варик цеплять по одному есть здесь не удается как-то поработать с бесшансом второй раунд для норозов 21 но это всего лишь прошествие трех раундов так что не будем пока что подводить абсолютно никаких итогов но если уж заговорить о статистике этих трех раундов здесь врагов платанты и далее команда соединить явно не то что привыкли мы с вами видеть от команды the north 3 members но здесь есть выпад на vdt он погибает сразу же был размен на гринекса и перемещение под в плен правда там и лакси еще находится под железом и правда еще извините кого заходил соло через не было вообще никакой поддержки хотя на тот момент зоне щих каешек под длину не прилетало ребята просто стояли в районе грузовика но сейчас посмотрим смогут ли они отыграть своего тиммейта и ворваться как-то под бомб сайт под бэп лентом действительно очень много проблем здесь во первых без шанс который играет в пиксели во вторых есть элакси с дуалами который сидит в упоре приема захода через песок но и куда дальше они под перекрестный огонь попадут если будут заходить через центральный вход здесь уже идет игра на люльке это прекрасно должен слышать без шанс но без шанс сейчас выдерживает таймер для себя и это правильное решение лакост заметил или нет без шанса вопрос но он сейчас как-то засомневался в своих действиях в очередной раз попытался пикнуть но бесшансово ликвидировал тео заходит в спину пик от роуза пик от спарса бэп лент открыт это два в два ситуация но очень дорогого это стоило команде мэттхаус ребята потеряли очень много здоровья у роуза 19 процентов и тео уже находится в районе люльки здесь же находится блатант бомба была установлена и парни остаются в районе бомб сайда но сейчас самое главное линеечку не подарить тео заходит под грибы здесь же находится роуз выход на файл закрывает роуза есть информация по спарсу 37 процентов спарс первая пачка но теперь разобраться с блатантом что прекрасно спар еще один минус и очередной раунд для мэттхаус борьба продолжается и вот то о чем говорил сначала так конечно давайте ты продикшни по игре сложновато но видно было инициатива мэттхаусов с которой они выходили на перестрелки и забирали очень уверенно поэтому сейчас для них как вариант как минимум третий раунд так можно здесь на скрипте и в атаке на песчанке это уже было бы очень здорово но эти все близ близко как раз таки к этому но заранее 5 до ранить не стоит больше тут остался архан игроки так сейчас спокойно проходя под бомб сайт п закрываются под позициями готова ждать открытие пошло лепит пачку по нам лапа там и залепит ли вопрос не выходишь достались или оббегает просто ну хочет как и сделать которые возможны в сторону писайда но решил вернуться и там нашел лишь только свою смерть а вот уже три раунда для мэттхаусов вот так это пища ну что сегодня явно поувереннее себя чувствуют игроки мэттхаусов но также не собираются сдаваться из-за нож 3 members так что мне кажется нас с вами ожидает довольно долгий жаркий матч среди этих двух коллективов от спарса выход на перестрелку но неудачный спарс уже погас и пока что удается отвоевать центральную часть карты плюсом кафе игрокам мэттхаус но хаешка от тео опять же забирает жизнь извините кого не много невнимательности и все идет наперекосяк уже пять в три сейчас самое главное не допустить ошибок команде the north remembers да они добыли для себя преимущества в два игрока но это преимущество не дает им карт бланша поэтому ребятам стоит сейчас поиграть аккуратно и они это прекрасно понимают но наверно за исключением тео хотя тео тоже это понимает но я его часто называю вольным художником поэтому сейчас мне кажется мы видим именно тот стиль о котором я говорил ранее он играет отдельно от команды и он оправдывает себя заход в спину скрывает лакосты и роуз сейчас где-то в районе площади пытается выцепить своего соперника в тот момент когда в дт пошел на аркаду под кишку столкнулся здесь гриноксом но и гринокс уже не собирался останавливаться нажимает роуза под кафе и приносит третий раунд для команды это 33 пока что идут нога в ногу нога в ногу вот так вот ну да счет об этом именно и говорит и качели постоянно которые происходят у нас так точно что расход под бету эти от хаешки под зеленые под стрит сейчас полетят гриноксу придется наверно потанцевать хотя кстати вот хороший хае в сторону бомб сайда без шанс не успел кажется это показать но хаешки вот сверху этих окон раз таки залетают все может быть красиво как и сейчас делает блатан хаешка под соперников массовое убийство оставляет одного роуза который играет на размене закрывает его этого опять же маловато будет сейчас просто могут закрыться на разы и лишнего наверно не сотворять чтобы не дать шанса роузу который может его взять если соперник конечно же сейс вольт это дело отдать ищет на тут первый этаж прочекать и так далее ну и должен понимать наверное что логичным решением для обороны должна быть закрытая но не выйдешь шанс поймать гринекса но погиб поймай его тоже он как бы в полной боевой смотрит его оба глаза его оба дуала заход подготовленную альфу роуз мог 1 вот спануть но далее вот это блатанта и раунд для на разов есть 4 3 хорошеечно но и сейчас 5 3 было бы неплохо закончить и было бы действительно уместно вот это хорошеечно если бы это было ну знаешь где-то 4 1 сейчас да ну хорошо 4 2 но 4 3 оно все как-то шатается из стороны в сторону и здесь нету явного фаворита и мне кажется по итогам второй половины мы тоже навряд ли его определим в основное время не исключено что увидим овертаймы я бы хотел на них посмотреть среди этих двух коллективов очень хорошая старая хаешка через крышу ангара под бэп лентом и давненько ее не видел и вот она прилетает под без шанса но к сожалению была не результативной для мэтхаусов выход был под люльку извините кого как минимум дает о себе знать но я думаю то что здесь нарзы давным-давно уже слышали игроков под позициями ланга и песков так что навряд ли это для них будет сюрпризом тео меняет для себя позиционку он выходит на файт под длину но там лакост еще прошел через мид по нему нет пока что информации но он мог сыграть злую шутку с арханом на погрузчике остается элокси заход через мид пока что не представляется возможным бдт откидывает хае под кишку где на приеме играет блатант очень много здоровья теряет тео и гринекс сейчас два игрока обороны в рудовом состоянии это как минимум усложняет для них задачу на удержание плента элокси поменял немного для себя позиционку принимает решение сыграть более закрыто нежели отыгрывать с опенфилда на погрузчике хаешка под кишку и под эту же хаешку попадает блатант уже три игрока рудовые в тот момент когда у обороны все прекрасно у атаки все прекрасно с хп от вдт минус тео пытался выдержать момент но все-таки закрывает только его и не забирает более никого заход через мид очень я бы сказал хороший планированный выход от команды мэтхаус под аплэнд они очень долго играли на нервах очень много хп выманивали из своего соперника и как результат открыли для себя бомб сайт даже без пану в касса пошли и здесь же контрагрессия от нордов враг парад друзья под площадью извините кого прорывается под кафе даблкил без шанса один ему придется спасать ситуацию аплэнта но под аплэнд ли пойдут слышали прекрасно что разбили дерево на железе ну и извините кого под кишкой немного засветился удерживает интерес без шанса к пленту в тот момент когда его тиммейты свободно заходят под б-плент и уже ставят фугас 1-3 без шанс в упоре там извините кого хватит походу послышал вас без шанса он думал то что как-то на кишке отыграет он и встретит своего соперника именно там но нет тот отыграть пытался на опять же отвлечение внимания задержка тайминга но это в принципе удалось потому что сейчас 25 на таймере шесть с половиной нужно потратить на диффуз аэшки залетают атака очень уверенно забирает это время вдвоем могут открыться но это опять же будет рискованно так вот поездки на всякий случай были уже подготовлены но вот это в упоре с дуалами правосудие над соперником 4 сторона за мэтт-хаусами но это опять же снова и снова песчанка ребята озвучиваем и такой акцент ставим потому что сейчас очень многое зависит от игры на разов которые должны перейти на другую сторону сайте давайте посмотрим чей это вообще был пик но наверняка это был пик на разов навряд ли до хотели бы мэтт-хаусы подобного начинать в атаке хотя я однажды и видел что одна из команд уж не упомню конкретно какая начинала целенаправленно за атаку на песчанке и вторая карта же будет деловать центру уже пик команды мэтт-хаус за кт ну и третьими там если у него дело дать илья момент подхвати пожалуйста но проблема так можно повторить или рассказать про бигриб пишите fox так получилось вот так вот да я интересненько сюрпризом бигриб однажды поиграли проиграли внимательно дослушаешь расстроились отказались от участия а потом бац и как бы мы играем все вот вечер начинается игровой вроде бы знаете на какой-то наверное на дизморали потому что ну вот все уже отказались тудым седым а потом мы смотрим как они два матча подряд забирают и вот уже вроде бы моралька появляется вот что-то такое можем рассказать потому что было с бигрибами ну вот такая ситуация вернулись готовы играть но сначала опусти руки а сейчас вот вроде бы подымает и надеемся что так и останется и со всеми командами потому что ну не знаю ну что-то как-то это надо понимать тут конечно не первое наверно поражением даже было для ребят для команд и к этому надо было быть готовым быть сильнее а именно на протяжении стольких лет играющих игроков в эту игру не должно останавливать ну вот одну проиграли то зачем останавливается надо пытаться до последних и вот результаты в принципе налицо и это хорошо 2 в 3 начало на первом раунде смены сторон оборона меньшинстве и он на втором даже гуляет слушает но вроде бы ему был доступен была доступна инфа по площади что разочек там топнул но это не точно сейчас попытался в дт как-то дать дэмэдж в сторону гренекса а вы положить не удалось ну и потихоньку закрывается спарс вальфе слушает арку смотрит сам кишку в это время его тиммейт закрывается по зеленым нет не идет закрываться он будет играть в упоре под тачкой а то два соперника слышно уже как минимум по данному информации пошел на шейф и забирает одного тут есть еще дуала забрал второго гренекса паренька ешка и да его закрывает это посмертно и когда смотришь на него понимаешь что что ты от него никак не убежишь не просто расслабляешься получаешь удовольствие погибаешь ну и сейчас клач один в один очень опасно спарс ходит но успевает под таймингом по которым как раз таки в свою очередь не успевал на открытие пошло и спарс таки закрывает соперника но был ключевой момент я полагаю дал два минус и выправил как-то так вот ситуацию чтобы вышло равенство для его тиммейта а там он уже добил добил соперника первом обороне мэтка усыпал продолжает вести 64 а тут кемпад и он здравствуй но и он будет один естественно танцевать на тэшке его тиммейты позади ждут а ей ждут команды и пик то принес тема что только по нему спарс оранжелся и народу 13 холл спойнт ситуация как минимум неприятная сейчас складывается для команды с норстрим эмберс прилетает еще урон и по гриноксу а тут и entry kill падает от спарса без шанса еще попытается с окна тэшки отыграться да там была информация по джиме длины но это была разовая акция от парса то есть он попытался сыграть на удачу пикнуть тэшку ему это удалось он пикнул нашел минус ну и далее отошел попросту в закрытую игру в обороне так что все прекрасно перемещение под площадь нарзы понимает то что соперник сейчас отошел прошу прощения надеюсь ничего не залетела да нормально ну там но не страшно но и соперник сейчас отходит в глубокий дэв так что команда с норстрим эмберс проходит на загаданные позиции не знаешь просто напомнил один видос позиции чуть не искал где корейцы сидят не знаю прогноз погоды то ли общение по новостям как-то и человек 2 раз таки брали интервью у него телефон позвонил он его чтобы он больше не звонил просто выбросил куда-то в конец студии и тот не знаю сломался или не сломался не знаю там гг конечно было я думаю для такой ситуации хорошо небольшое отключение но проход атаки под бум сайт дэв это как состоялся с боем но забирает его сейчас будет постановка в закрытую но элокси при ней остался соло и вышли тиммейты тиммейты игроки команды матхауса додили остатки атаки это приносит им еще один раунд подпустили в бум сайт и после выберет получилось неплохо ребят скажите кто видел тут видос не знаю когда первый раз видел я так орал конечно сюда мы собрались на игру посмотрите ой-ой-ой-ой-ой-ой в первые секунды пытались хорошие агрессивно центра карты ныне просто не дали они ждали в более какого-то медленного стиля от нарзов то что они будут пятиться будут опять сидеть где-то в районе ты спавные тэшки но нарзы решили сыграть на контрагрессии им это удалось да они остались все рядовые в теории здесь у спарса был шанс на то чтобы отыграться по всем но в любом случае этот раунд уже забрали для себя нарзы и это как минимум лишний раз для нас с вами подтверждение того что игра просто так не закончится карта просто так не закончится битва будет до последнего тео вылетает с м200 закрывает спокойно лакоста и вот это действительно неприятная потеря сейчас для команды матхаус но смотрим за продолжением спарса опять же про аркадий у длину и он вновь выцепил голову тео есть минус без шанс пытался разменяться сюда падает смолк но наверное этот смолк больше в плюс для спарса он теперь свободно может отходить отсюда никаких проблем не имеем но теперь на лонг вылетает игроки атаки это же блатант вместе с гринексом в дт появилась информация спарс отходит назад в дт приходит к нему на помощь б плента здесь они уже агрессию не проявляют под длиной они довольно аккуратно но гринекс это не особо волнует в дт получает первым по шапке и вторым может быть спарс под него закидывают гранаты но роуз вовремя приходит на помощь правда его тоже надолго не хватило три в одного извините кого смещается через песок и он уже готов заходить под плент но здесь три ствола и как против них работать пока что непонятно да есть дуалы в наличии вот первый второй хорошо отлично блатант остается в районе плента есть уже по нему информация регается урон но блатант его все-таки дожимает и спасает раунд для команды спасает положение на карте в целом 6 7 смогли пробрались под бомб сайт бэм снова и снова эта точка вроде бы кажется той которую надо занимать постоянно пытаться так вот сюда так выстраивать получает кстати писал в дт о том что у него с гринекса 0 3 и просто потом вижу что под главкой он начинает выходить и гринекс его кладет и это уже получается 0 4 как минимум все четыре смерти все от рук гринекса летит хаешка от в дтм бросил под тэшку но там успеет отвернуться от него без шанса да там в принципе было несложно потому что я видел изначально а как пойдут занят второй этаж сейчас ты его крадется нашу дает сторону пешки и дал смоук отошел пока на этом все минута примерно проходит в подобном ключе извините кого на агрессивничек просто играть у вас на второй этаж забирать соперника еще и на первом тиммейт поработал забрал вот ант требовал замечен и убит раунд для матковался в 8 уже такие вот дела но кстати ребята близца именно на разве к тому чтобы забрать допу минимум но тут еще постараться нужно опять же ребята песчанка в атаке это очень сложно реализуем спарс начала раунда пачка по сопернику на и сразу же размен один в один ну и немножко потрепали извините кого рак открытие от в дт кстати убил тео в этом раунде таки вот неприятности есть стороне лакосов извините кого опять же на мужика просто врывается он что с кишки вышел забрал второй этаж что и выход с моста был для него и снова сад фраг по сопернику лакос какое-то время боролся на бете но отдал в итоге точку издить кого в порезан чай через макия лакси прожил его с нашим а яшку не успел посмертно отдать лакси кстати там я не увидел было ли видно плент отмейра бывает он что-то знает о сопернике по ходу потому что уверенно врывался под стрит далее замечается перед на упоре у него шесть хп и выход здесь было там все таки забрал каленого и лучше сказать родового соперника в упоре есть раунд но на тоненько на это минимум ничья потому что забрали для себя три раунда который брал на предыдущий стороне соперник а заход уже под верхнее кафе будет от green x и то прилетает по фрагу погибает два игрока обороны и стремительно атака направляется в район а плента от парса минус на без шанса лакос вовремя вступает вайс открывает и он у от green x был размен в дт остается один под а плент он и того уже нету погас его никнейм и бомба будет установлена но бомба ставится в закрытую что немного примечательно так скажем и теперь вопрос видел ли спарс этот троп от элокси если у него еще осколочные гранаты но в теории они здесь на перекрестном огне как раз таки находятся на у спарса нет вообще никакого понимания как играет его соперник он еще ждет он пытается угадать вообще позиционку но только выходит на погрузчик отсюда его принимает блатан первой штучкой и это друзья все установлены на карте вот я потом дико конечно извиняюсь я почему-то у меня достижение результатов было 53 я такой вот так вот и там же было 4 4 да 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 хорошо я из-за того что меня телефон постоянно отвлекал не поправил тебя окей приносим свои извинения друзья но вот теперь как минимум серия овертаймов уже добыта роуз пытается за них побороться еще от роуза даблки лотелла и платанта прилетает еще по фрагу без шанс блатантом крайне битые тео это основная ставка сейчас команды но в три мемберс от извините кого из парсов считанные секунды погасло два никнейма атаки и архан остался один он смещается сейчас под кишку у него плюс-минус есть информация что где-то сниз кафе стрелялся извините кого но он уже давным давно поменял свою позицию у архана есть еще время погулять под кафе посмотреть где что как куда зачем и почему выцепить как-то своего соперника но с другой стороны наверное стоит вернуться уже под аплент поставить бомбу может быть под ту же кишку и попробовать разыграть но смотрим что же будет делать архан чекнул вверх кафе чекнул низ кафе никого здесь не нашел возвращается в кишку а в тот же время игроки обороны конкретно извините кого и spars остается под длиной они ждут действия от архана но по сути дали ему раздолье так как бомбу ставит не сказать то что самым лучшим образом конечно для обороны от кишки но он и не собирается это делать у него 46 патронов крисах он выбирает для себя контактную позицию он тогда должен быть максимально уверен в том как будет срезать своего соперника от кишки он сидит в закрытую но вот подмит как раз таки открылся информации нету выход на спарса на спарс все-таки поставил эту пачку и еще один раунд отделяет команду за 8 мемберс матхаус от того чтобы спасти эту карту но и перевести на дополнительные раунды либо же все-таки будет победа на разов в основное время дело ну и кстати вроде же 54 так далее игроки матхаус вот так поэтому вот так как-то потом ребята тут что-то происходит прямо что-то с чем-то потому что минуса были бесконечно и все еще на равенство сейчас играют до этого момента в дтс забрал без шанса а теперь снова один тео и снова 12 тут есть спарс который в предыдущем раунде закрыл эти которые рискуют потому что он сейчас человек во первый этаж второй там просматривал мидл вы какого конкретно и рисковал быть убитым с длины где как раз таки идет тео тео наверняка также еще слышал разбитие дощечек на железе сам спокойно поставит бомбу кстати можно было бы даже открыт в открытой на рискнуть но опасно в таком-то положении рисковать его слышит продолжение на деревяшках с диспорс мог его заметить там на дистанции то видно все было хорошо есть подход в упор ты вот услышит а слышал и железо открывается сейчас приводится на соперника бдт забирает по нему фраг и есть есть контакт говорит есть пробить 10-8 и его дай победа команды мэтт хаус бомба деактивирована синяя команда хорошо но тяжело было тяжело откровенно говоря вообще тут ни капли не уступали игроки за north remembers да немного посильнее и может быть повезучие оказались игроки на мэтт хаус но я думаю то что эта карта на расставит все точки над ее дожмут ли сейчас мэтты но знаешь проигрывать с максимально плотным счетом это всегда досаднее чем проиграть в ноль просто если ты проигрываешь в ноль но ты как бы для себя понимаешь да окей я вот новосянил конкретно мне надо что-то изменить мне надо будет потом посмотреть забыли поехали дальше но когда ты идешь вот просто нога в ногу со своим соперником к у тебя отрыв всегда один раунд всего лишь на разницу в этот один раунд и решающий который либо овертайм либо победа соперника ты сливаешь ты такой да ну и ты вспоминаешь сразу же все моменты где ты мог сыграть по-другому это знаешь то же самое то что ты в 20 лет ложишься спать и вспоминаешь как ты в 12 ответил тому негодяю в школе типа не так надо было вот так вот вернуть на сейчас произойти произойти может то же самое но это все-таки профессиональные команды команда the north remembers принимала участие в сезоне ну собственно точно так же как и игроки мэтт хаус и нарзы добрались тогда до финала и заняли топ-1 без шанс собственно и олицетворял для себя точнее для своей команды mvp на тот момент сейчас эти уже лычки я смотрю перелетели по другим игрокам но как ни крути у ребят должна быть вот эта стрессоустойчивость они просто не имеют права сейчас тильтовать мы бы могли сказать такое о каком-то молодом коллективе но мужчины здесь у нас все взрослые бородатые так что прекрасно должны понимать что от них требуется на карте деловой центр и как же они будут это сейчас разыгрывать самое главное эмоциям не поддаться вот это уже сложнее в любом возрасте с любым количеством опыта сделать сколько бы ты не играл сколько бы у тебя сложных турниров не проходило все равно эмоции это неотъемлемая часть нас как людей в первую очередь поэтому на сложно их контролировать не знаю в каком эмоциональном состоянии присутствуют сейчас игроки за north remembers но в любом случае желаем командам удачи на деловой центр это шанс для мэдхаусов закончить здесь и сейчас но для команды north remembers побороться еще за место под солнцем и перейти на третью карту смотрим смотрим также сверху бежит атака в сторону а кого кафе извините кого агрессивнее просто сейчас наверно ворвется его тиммейте ставят пачку блатанту а ешка подготавливать сейчас под выход соперника но они уже принципе на бочке все очень рисковал сейчас без шанса рвать тиммейта но все благо обошлось и вот хаешка могла пролететь очень классно отходит тем более что кстати вернулся на исходную в аркаду извините кого слышу и замечает его забирает его без проблем и в большинстве теперь разыгрывают а еще смоки и хаешку но это по старой инфе тут только лишь без шанс который не взорвется а ешка размер она падает куда-то сюда хорошая хаен но сейчас противника она не достигает green x забрал извините кого как раз таки который вернулся снова же на аркаду вот его труп ладно уже находится здесь вдвоем выйдут слышит спорстоп от оборачивается в сторону выхода зиге повел на шею кстати они поле не попал сейчас но это может только лишь помочь народ него тиммейта который выходит за спиной забирается парник раз и был также закрыт green а теперь инфа под шансу что он на длине и отработали по нему также хорошо первый раунд да друзья я помню то что мы не подвели с вами итоги еще по предыдущей карте обязательно это сделаем не переживайте мы помним никого без призов не оставим и там 10 8 же у нас было да и про все верно но я сейчас посмотрю и назову но проблема а пока ситуация при которой опять же извините кого аркадил он жал цикл и там нашел свой смертный фрактор ты нашел по без шанса очень сильно прошелся 19 его активе патант заметил спарсона кто кого еще узнаем просто же понимаешь здесь соперник то не простой нужно будет по нему поработать лапост и вот его запирать без шанса тоже забрался во соперник это три в два ситуации куда пойдут потому что можно пойти к примеру в альфу что и делал сейчас на разы аккуратно разыгрывать и разбрасывать смоки и и ждать соперника а соперник статьи на цикадо ой 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 тут походу нажал спарс тоже мы пресс-ф потому что смерть есть и это размен один-в-один качки кстати префу могут залетать на розы их походу просто не осталось чтобы отдать что-то под плен был там закрывается под нога ему думает поможет нет поможет вообще что в ящиках потерял нет пачок его тиммейт разбирался раунд для атаки тоже есть 11 счет на табло и такой ставки друзья никто не сделал я код дропну вам в чат а спарс выходит на файт против элакси я аркада была от роуза под банан не исключено что он доберется до блатанта выход на файт но блатанта него сам добирается 84 процента здоровья остается а спарс продолжает гулять в районе стрита но все-таки решил то что надо бы отойти куда-нибудь поглубже в а плент не рисковать своей головой размен прошел и неизвестно что будет происходить далее от в дт минус на блатанта и заход в центральное кафе извините кого закрывает без шанса размен от гринекса опять же 3 в 2 и проход под б плент я так понимаю планирую для себя за норстримемберс но пока что это сложно сказать по их расстановке поскольку один центральное кафе один инсайт именно сюда сейчас смещается в дт после неудачного файта в центральном кафе он мог закрывать гринекса но оставил ему 52 процента здоровья а тео идет просто по пятам за в дт и сейчас должен его закрывать да это размен причем довольно хороший но и два в два спарс уходит в дом он сейчас будет отвечать за проход под а плент и я думаю то что сделает это довольно уверенно задача тео максимально тихо пройти с короба подняться в дом я так полагаю и в этот же момент гринексу по цк пошуметь и отвлечь внимание спарса но на судя по всему это не придется делать да там просто смог падает а гринекса почему уверен так что в доме никого нет серьезно то есть ну как бы откинул смог да все но он не выйдет ты не пройдешь вопрос конечно конечно это знаешь как прятки с детьми не знаю там возраста месяц-два там ты просто глазки закрывать никакого не видно никого в доме не видно как спрятался за шторы и ноги торчат но ты думаешь что тебя не видно я понимаю о чем ты говоришь но все равно довольно странно было сыграно сейчас гринексом и тео с дуалами занимает незакрытую позицию под пешкой он пытается файтиться на дальнюю и зная способности архана в принципе можно сказать то что дуалы дальней дистанции в его руках но это вполне себе вменяемое оружие все таки оно вызывает сомнения особенно против карабинов которые дальнюю дистанцию расшивают без проблем ответный раунд забирают для себя мэтт хаос опять 21 где-то я такое начало уже видел будет ли другим продолжение продолжение другим на она не будет для эдмайра который постоянно ркаде тимурный тиммейт искали подпиши пожалуйста и аркадишь каждый раунд центральный кафе пошел он отошел ну хочется хочется на пол рубля вроде бы идет на поджим и потом снова останавливается его тиммейт остановили к слову потому что он вышел на аркаду тут опять же складной трубку роуза ты уйдет копит там его тиммейтов вот это рядом пикнут ли карабас еще непонятно раскидывает свои хаешки там слышно было что уходу на пятерку вот это пытается помочь спарусу при защите альфы лотан пытается открыть эту точку но хотя наверное даже не так было сказано эта цель была команды атаки как раз таки азов отключение внимание наверно вот так началось для блатанты но он сейчас перетянулся уже пара соло один с хп понимать по есть и сейчас покойно закрываться и ждать его выхода марки за норс ремемберс установка есть смотрится хаешками тут все окей спарус выйдет и уже при установке наверно ну да бросят хаеш просто чтобы помочь выбивание а тут нам проще было до заметит эту тему но к слову глотант как-то сплоховал потому что не забрал соперника который на него даже не смотрел нет и сейчас с ним сыграла злую шутку открытия от спарса до 11 хп не затанчить вообще ничего и поэтому первое приходит к смерти ну и к раунду для норзов но смог меня и да там и фишка ребят всем привет ребят кто только пришел только подключился лет нет потасовка продолжается это первый матч сегодняшнего вечера на хаос против цену вас ремемберс на вторая встреча нас тоже ожидает наверняка команда five chains которая будет играть next матч изучается поэтому он ребята тоже привет присоединяюсь к привету и пламена также приветствуем всех кто присоединился на трансляцию друзья не переживайте отмашка будет будет не переживайте вы так за каждый раз когда вас 100 человек отмашка будет бомба была установлена и причем при минимальных потерях там потеряли тело потеряли спарса и сейчас пойдет выбивание довольно агрессивная со стороны матхаусов они могут обрушить сейчас просто в дождь из гранат на стрит и собственно это происходит на всех аэшки падают в одну и ту же точку они не вносят абсолютно никакого импакта от дешанта минусная извинить кого-то разменивается на дешанта вместе с гринексом и элакси врывается попросту под бомб сайт и стирают игроков обороны с лица этой карты это 32 и вот уже раунд преимущество за нарзами не есть такой момент при убиванию не удалось удержаться на точке это числе преимущество для атаки сыграла им плюс конечно же хаешки заход за спину все это дело было гринекс просто пробегает на листе он бежал вовремя остановили дел там не надел но вот тиммейт хорош в таких делах блатант минус 2 оформляет работ все-таки состоялся под яму извините кого уже ждет спарс рядом минус по бтр откидывает конечно стороны я мы там и забирает имейт и у него враг блатанцова 1 3 поежка хорошую должен забирать наверное да и забирает извините кого 1 2 ситуация роз но хочется закрыть хочется поджать сейчас он это делает слышит блатанта это факт обыканием информация обновляется блатант вообще не скрывает свое местоположение подходит к бтром но и спарс его должен будет ждать и пытаться как-то закрывать но как-то звучит не самым уверенным образом наверное ну и подход кстати блатанта на бтр а такая агрессивная игра очень дорогого стоит и очень агрессивно она и очень рискованно конечно же 12 пп остается попробуй за танчи 2 их выход на спину дропается спарс и враг все-таки есть который знаменует раунд для моткова а вот снова равенство и восстановлен 33 вновь аркада все-таки раунд постоял в раунд можно портать извините кого против стала в упор снова тут как-то разгуливает получает особый доныш который он не переживает в этот отличный фраг дает и можно наверно будет закрываться таким таков паром продолжать перестрелки дальше не стоит дуал походу до конца добил чтобы потом случайно не нажать возможно на них и кстати раунд неплохо аркадов сторону стрита приносит ему фраг ну и смерть тоже 3 в 3 а там извините кого проходит через но слушай потому как он перемещается на вряд ли на вряд ли у него есть хоть какая-то информация соперники но он довольно умело его и выйдет и сейчас если через центральное кафе пройдут довольно быстро но пройти не удалось гринокс все-таки погиб наткнулся на извините кого но это 3 в 2 напомним то что в дт ротовый у него 4 процента здоровья платан проходит на пирамиду и стреляет с домом есть информация по лакосту но с этим молодым человеком шутки плохи хотя то же самое можно сказать и о блатанте он занимает бомб сайт и бомба все-таки будет установлена вот у лакоста сейчас нет пока что информации об этом то есть он видел на пирамиде оппонент но он не знает что тут делает да делает извините кого закрывает сочи не закрывает он еще никого там в дт закрывается шанса платанта минус на в дт минус на извините кого на лакост вовремя подоспел в спину и тут уже блатанта было попросту не выкрутиться из этой ситуации четвертый раунд отправляется в руки мэтхаусу и пока проблем действительно не хватает так скажем нашим командам то есть у них чисто качели знаешь нет такого что папа уже два раунда преимущества по уже три раунда то есть нет такой паники сейчас что а надо дожимать надо надо они понимают то что они играют где-то на фейлах друг друга сейчас в основном но и этими раундами довольствуется вот очередная аркада от извините кого надеялся то что ему это позволят сделать не получилось нашел энтри сам погас можно сказать сыграл попросту в ноль в дт играет сейчас под центральным кафе все так же он открывает элокси без проблем но и уходит спокойно а там идет нет там не идет никто забыли что говорил я думал там пойдет аркада сейчас под стрит но нет никого там нету все парни из команды мэтхаус сидят строго на своих позициях лакост может поджать сейчас быкам но будет ли он выходить дальше чем это бк тоже большой вопрос и вопрос стоит ли ему это делать но судя по всему лакост решает то что стоит он сейчас должен будет закрыть без шанса да там без шансов закрывает без шанса закрывать должен еще и тео так оно и есть антон неплохо сыграно дабл килл и остается блатан то один против четверых да два потрепанных но их четверо они сейчас массой попросту могут брать плотан тоже далеко не фуловый 41 процент здоровья и там уже на банане находится в дт который вылетает с крисов и закрывает плотан то раунд для мэтхаус и как результат 5-3 первая половина мэды уверенно начинают поджимать своего соперника и уже играть на его нервах два раунда в кармане в преимуществе есть перед сменой сторон есть все хорошо ну и теперь как будут спасаться нарзы мне кажется это все таки закрытое будет под б-плентом в обороне да не исключено что они могут проявить агрессию но деловой центр оборона сейчас как-то более вошла в мету как медленный стиль закрытый под б-плентом может быть поиграют поначалу где-то в районе апланта может быть кто-то попробует пикнуть по первому респауну стрит чтобы соперник не прошел на ножах попросту но это только догадки это только догадки с моей стороны будем ждать как она произойдет на самом деле но команда уже практически готовы но нам сейчас обсуждать что могут быть что могут делать слоты подбирают но проблема не знаю кажется мне опять же не затейливые стратежки для мэтхауса то есть baby и поэтому с вами можем увидеть какие-то агрессивные выходы вполне но это на разов сейчас но вероятно закрыты а там посмотрим три секунды прошли и сейчас смотрим сверху разбегать ребята опыт коробкой ну да это принципе закрытый сейчас и его нет фишки кстати не поставлю казалось то что мог так стоял разбиваться дощечки и окна тоже почему-то первого нет режима мне только так просто кажется от моего лица он у себя разбил но хорошо спарс эти получил по себе данный счет наверняка было даже хаешка чуть он от неё коня не двинул у тела есть козырные хаешки которые летят по данным образом под молочник он свои уже есть слышу бросает и сейчас полетит ага полетела извините кого отводит она его не заденет вторая летит тупо постам тоже не за дело погибает тела неприятности в обороне начинается здесь но там еще и блатант на 31 процент здоровья играет от 3 линии буквально пару хитов в него зарегать и все будет прекрасно хае падает под парыш но это только смок а за следом за смоком прилетает еще и осколочный извините кого закрывает платанта и вот они первые проблемы уже на второй половине для команды мэрхаус роуз погибает они открывает элокси был минус от без шанса но далее сам остался позади мэрхаусу берут еще один раунд для себя и двойное преимущество у них уже есть сейчас очень хорошо конечно же для них устраивается это дело продвинуть дальше и вот неплохо получается минус 2 на начале раунда в боковом кафе поле закрыты два соперника раскидывается хаят и пытается принимать в упоре соперников но они стоят другой стороны выходит что с ними делать непонятно хотелось бы пострелять по ним не выходит потому что заканчивается кстати ой-ой-ой без шанс хаешки закидывали вроде бы уже бежали на нож вот так вот опять же говорилось какие казалось тоже быстрый и высокий тем для мэрхаусов ожидает в этом матче и это в принципе сейчас оправдалось нереально не просто рискуются бегут не знает день сурка какой-то потому что они на тех же позициях принципе отыгрывать и такие ситуации сейчас происходят но на все в этом раунде гораздо быстрее потому что тэо и без шанс уже остались вдвоем сейчас пытается закрыть его хоть кого-то на проходе замечает фарсу попадать ему по голове там проход был от лакоста на вас закрывает и без шанс падает третий раунд очень быстро но без шанса там уже вариантов не было то есть он вышел сейчас на пик зиги да у него в дт играет через центральное кафе и в спину смещается извините кого но в дт бы погиб извините кого бы разменялся ты уберется опять же за короб выходит со снайперским девайсом находит минус без шанс фраг по роузу но пока что мне кажется сбавят немного темп игры для себя матхаусы как-то слишком рьяно стартанули на рзы ну а то еще один минус закрывает в дт извините кого рыдовый но из парс на филовом состоянии но только это 2 в 5 ситуация и тут просто так не перевернешь они будут сейчас ждать ошибки они будут ждать фраги для себя и вот кстати два фрага уже дождались от извините кого паттео погибает еще и без шанса трук спарса смог падает под пятерку и под этот же смог спарс пытается пройти в район пирамиды у него есть информация о том что соперник играет от дома и по элоксе появилась инфа элоксе также погаса извините кого-то играет центрального кафе он сейчас тропнется на парочку тропает слышишь 25 это что происходит сейчас я не знаю может и не услышал но это 25 что что 25 или ушали прием-прием как слышно 25 ты это видел вообще что это каталово было отталово соперника который наверно также недоумевает и спрашивает а как так то хотя пауза нельзя ты чего тогда вообще выходили в лобби раз ничего обсуждать темп сбить это какой темп как бы он есть у матхаусов но они серьезно они даже я думаю ничего не поменять они снова побегут просто вперед и им удается получать эти фраги быстро разыгрывать тот темп который не поддерживают свою очередь разы немножко непонятно наверно с чем это связано потому что они же и так закрываются и вроде бы при захвате можно это темпу удерживать но не выходит матхауса просто пробегать вот просто забирают в очередной и очередной фраг аркада была от гринекса это понимаю под длиной его уже вышелкнули и вот этот трупик найти бы еще как это было или же нет но это не так и важно наверно потому что очереди меня они не в пользу оборона хотя есть размена сейчас и под мне работа пошла но тут и тут все наши в т.о. я понял что он в одну секунду сначала сдался уже на потом попытался побороться его закрыли и тимм это закрыли и г.г. можно написать в чате потому что 10 3 но раз и проигрывает а вторая карта игра в целом матч за матхаус но откровенно говоря не ожидал то что здесь все закончится с таким счетом но 10 3 вот ждал все что угодно но не 10 3 ждал то что мы это могут победить там в каком-то более плотном противостоянии окей но 10 3 карл серьезно да ну нет ладно но у команды за нордстрим мембер сегодня еще один матч так что они просто не имеют права сейчас на тильт 10 3 на команду матхаус поставил малой я жду в личные сообщения ты получаешь приз и друзья отмашка которую вы все так долго ждали значит написать мне в личные сообщения на любом языке как вы хотите на русском на английском подождите не на не на любом либо на русском либо на английском фразу матхаус написать мне в личные сообщения первые 15 человек которые напишут мне в личку те и получат призы друзья акцентирую ваше внимание на том что ответить абсолютно всем я чисто физически не могу отвечаю только первым 15 и также не надо думать то что вы пишете самые первые вчера я нашел десятерых игроков которые возмущались я написал самый первый хотя игроки мне писали уже в 35 минут а сообщение самых первых в кавычках пришло в 37 так что будьте внимательны друзья и вас действительно очень много пишет и пишет в одну и ту же секунду минуту так что вы можете действительно не попадать в список 15 человек но очень многие я но очень многие да вот именно то что да как так то я же написал первым но вы не можете знать то что вы написали первым это в первую очередь но и во вторую очередь очень многие те кто просто продолжает принимать участие в раздачах я вчера нашел только наверное человек 56 у которых которые скидывали мне кодовые фразы но они не доходили и вот вчера не получили эти призы поэтому все зависит от вашей ловкости рук и никакого мошенничества друзья пишите буду ждать первые 15 получают от нас донат на 7 дней в личные сообщения ну а пока что это будет музыкальная пауза где мы будем дожидаться второй матч на сегодня